Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». Вопросы ЖКХ никогда не утрачивают своей актуальности, ведь эта сфера сродни живому организму и требует непрерывного контроля и поиска оптимальных управленческих решений. О главных вопросах ЖКХ в этом году поговорим сегодня с нашим гостем, председателем Постоянной депутатской комиссии по ЖКХ благоустройству, вопросам экологии, а также генеральным директором Люберецкого городского жилищного треста Мамедом Азизовым. Мамед Кискинович, здравствуйте! Большое спасибо, что вы пришли сегодня к нам. Мамед Кискинович, давайте вот сейчас так коротко расскажите, пожалуйста, что сегодня из себя представляет крупнейшая управляющая компания региона ЛГЖТ. Ну, спасибо, конечно, за крупнейший регион, но, надеюсь, с традициями, с годами, так сказать, нахождения на этом рынке мы, наверное, являемся крупнейшими, потому что есть еще управляющая компания ПИК, которая, в общем-то, новостроительным занимается, но это другая история. Мы действительно являемся крупнейшими в этом области. Ну, что я вам скажу. Это порядка 900 домов, это 4,5 миллиона квадратных метров, это порядка 170 тысяч населения, которые живут на нашем жилом фонде. Это 9 ЖО, потом расскажу, потому что буквально недавно 9 появился. Это 3 управления, это 3 службы и, ну, отделы управления, которые, в общем-то, составляют весь Люберецкий городской жилищный трейс, и порядка 800 человек работают на нашем предприятии. Ну, цифры такие внушительные вы сейчас называете, и при этом происходит присоединение Люберецкой управляющей компании и ЛГЖТ. Что послужило причиной? Ну, я думаю, что это мы исполнители решения акционера. У нас единственный акционер – это Люберецкий муниципальный округ. Решением главы города было принято, что объединение двух предприятий. И я считаю, что это абсолютно оправданный шаг, потому что, я объясню, если помните, создавались округи, сколько скептиков было, объединялись, и, слава Богу, жизнь показала и доказала, что эффективно управлять с одной точки. И правильное решение, что объединили наше предприятие. Потому что, если вы помните, год назад была создана гарантирующая организация, это по холодному водоснабжению, водоотведению. Единый водоканал сегодня на предприятии, а то было много частных, непонятных ВЗУ, КНС, и были вечны проблемы в этом плане. И, знаете, в округе создана единая теплоснабжающая организация в лице нашей Люберецкой теплости. И принято решение, если собственник один, почему не объединит. Что это дает? Дает, ну, я абсолютно уверяю, как генеральный директор уже объединенного, что эффект будет в ближайшее время. Мы все те планы, которые есть в ЛУКе, мы их взяли и еще с большей отдачей выполним все те пожелания наших жителей. Но самый главный эффект – это экономический. Сегодня без экономики, без финансов далеко мы не пойдем. Я уже говорил и сегодня посчитал, но за счет проведения оптимизации вот всего процесса мы сэкономим порядка 30-40 миллионов по году. Экономия 30 миллионов. Это что такое? Это возврат каких-то денег ресурсоснабжающих организаций. К сожалению, все управляющие компании, и мы в том числе, и ЛУК имеют долги. Но если взять все долги, которые есть у нас перед ресурсоснабжающим и долги населения, это составляет половину долги населения в два раза больше, чем если бы мы вернули бы все деньги ресурсоснабжающим организациям. Такая сегодня статистика, но я думаю, что при… и обращаясь к жителям, что гарнизону городка и Абе, что мы сделаем все, чтобы не подвести и сделать все, что они нас просят в рамках нашей деятельности. А вот то, что касается персонала, который работает и в одной, и в другой компании, ну, вы говорите про экономию, конечно, она тоже, в общем-то, впечатляет, но если есть экономия, значит, есть и сокращение каких-то издержек. Ну, к сожалению, такие процессы не проходят. Для меня это самый тяжелый и трудный этап, и говорит о том, потому что живые люди. Вы поймите, вот у нас есть своя бухгалтерия. Лук, оно имеет такую же площадь, как два-три наших ЖЭУ. Понимаете? И создавать отдельную еще бухгалтерию, мы просто… бухгалтерия нам не нужна, у нас есть. Отделы и планы, конечно, у нас есть, юридические у нас есть. Поэтому, ну, куда уж нам столько людей. Естественно, процессы люди, которые рекомендовали коллектив, мы оставили, а которых, в общем-то, нету сферы деятельности, нету задач. Ну что же, я надеюсь, люди найдут себя. Они специалисты великолепные. Я, когда я их собирал, вплоть до того, что извинялся, что есть решение собственника, надо его исполнять. Поэтому такие вещи без потерь не происходят. Ну, это живой организм. Я надеюсь, все у людей образумится. Кого-то мы сами пристраиваем, кого-то я звонил уже, предлагал другим коллегам. Ну, будем работать. Я думаю, что все решим. А вот когда вам же приходилось, наверное, за свою практику говорить людям по причине сокращения, что мы прекращаем с вами контракт. Вот что у вас внутри происходит в этот момент? Для меня это абсолютно тяжелейшее. Объясню. Потому что я работаю 35 лет в этом коллективе. Из них более 20 лет руковожу. Конечно, это тяжелейший этап. Мои лично как руководители, как человек в деятельности. У нас было несколько этапов. Самый большой. Первый был этап, связанный с лифтерными диспетчерами. Были такие должности у нас. Дефтеры обходят, лифтеры, диспетчер. Порядка 140 человек. Поймите, 21 век. Диспетчерская связь. Мы сделали электронную, мы сделали автоматизированную. И, естественно, надо было... И люди на себе почувствовали, лифты как ходили, даже лучше стали ходить. Это жизнь. Сейчас цифровизация тоже своим несет. Потом был у нас второй этап. Вы знаете, это создание МФЦ. Передача паспортных столов в МФЦ. Понятно, люди работали в одной системе, в одной предприятии. Перешли в другую. Не все мы себе там нашли, уволились. Тоже тяжело. Третий этап, вы знаете, недавно, вот с 1 июля, в МОСУ был ЕРЦ. Платежи, которые мы брали, мы собирали, передали решение областного правительства туда. Правильно, правильно, не мне судить, жители сами знают. Но, тем не менее, 16 бухгалтеров наши перешли туда, тоже проблема. Но, учитывая, что МОСУ был ЕРЦ, это... Ну, я знаю, что это частная структура. Понятно, им столько народу не нужно. И тоже сокращение, тоже уход. Ну, это этапы жизни, но тяжелые этапы. К сожалению, без них не обходятся такие глобальные формирования коллектива, к сожалению. Сегодня вы уже затронули тему по поводу создания нового подразделения, ЖО-9. Вот в каком режиме будет работать это подразделение? Сколько домов оно будет обслуживать? Вот здесь поподробнее, пожалуйста. Ничего не меняется. Даже есть там изменения в режиме приема, в режиме работы, отличаются от нашего. Я его сохраняю, пока люди не привыкнут. Через определенное время мы посмотрим, есть у нас старшие по домам. Мы спросим их мнение. Или продолжим так же, или мы приведем, соответственно, тех восьми ЖО, как у нас на самом деле есть. Значит, это 59 домов, около 600 тысяч квадратных метров. Значит, мы... Самый главный, вот руководящий состав, начальник ЖО, Засовицкий Евгений Владимирович, остается он оттуда. Он был главным инженером, любериц, управляющий компании. И главный инженер тоже их, ну, наш, уже наш, воспитанник Геннадий Иванович Дудников. Поэтому никаких резких кадровых решений я не принимал там в руководстве. У меня есть один принцип, я назначаю начальника ЖО. Я его согласую. Все остальные специалисты, техники, смотрители, мастера, сантехники, электрики там, всех подбирает под себя начальник ЖО. Я спрашиваю с одного человека. Я не могу собрать коллективы и учить их образы мышления, образы жизни, образы, как работать. Это приоритет непосредственно руководителя. Поэтому я все эти годы принимал такие решения. Вроде жизнь доказывала, что это неплохо. Конечно. А то, что касается изменения тарифов, это будет происходить? Конечно, нет. Не будет. Тарифы, вы знаете, у нас утверждают раз в год. И с 1 июля решение президента. Никаких изменений. Для людей, для жителей, для собственников, для нанимателей ничего не меняется. То есть они вообще на себе никак не почувствуют вот этого нововведения? Я надеюсь, что нет. Потому что все планы, я еще раз повторюсь, которые были в Луке, мы их забрали. Мы даже добавили некоторые дома. Объясню, вот такая вещь, которой у нас не было. Допустим, в доме 6 подъездов. Почему 2 было включено план? 2 на следующий год или 4. Мы эти вещи в ЛГЧ не делали. И поэтому будут выполнены все подъезды, которые есть в этом доме. Потому что дом – это единый организм. Взять два дела и поражать лишние разговоры, лишнее недовольство и других жителей, других подъездов. Мы не практиковали. Я думаю, что это тоже будет какой-то. И в основном там есть маленькие отличия от нашего управления. Мы все проведем в соответствии, будет для людей намного легче и лучше. Я надеюсь. За платными услугами можно ли теперь обращаться в ЖО-9? Конечно. Вызвать мастера какого-то? Обязательно. И нужно. Значит, есть калкуляция. Калкуляция. Она единая для всех. Она основана на всех тех нормативных актах, которые есть сегодня в нашей работе. И они есть в каждом ЖО-9 тоже будет. Если уже нет, то будет ближайший день. И, пожалуйста, расценки есть. И уверяю вас, даже это намного… В пользу случая вашего вопроса скажу, что для наших жителей намного лучше прийти к тому, кто этим занимается. И у нас очень много случаев, когда приглашают со стороны, у нас срывают все, что можно, потом бегут к нам. Чтобы этого не было, обращайтесь. Платные услуги есть, ЖО на месте, и никаких вопросов не возникнет. А по какому адресу ЖО-9 будет располагаться? Пока будет располагаться там же, Горензон 43-й дом, городок Б. И потом, если мы внесем изменения, а на моменты внесем, потому что, во-первых, это третий этаж, не совсем удобно. У нас все ЖО находятся на первых этажах для жителей. У нас многие пользуются интернетом, другими социальными, ну, другими источниками обмена информации, а наши ветераны, они не могут. Они ходят пешком. Я сделаю, чтобы их переселить на удобный этаж. Скорее всего, первое. Вот буквально вчера обошел все помещения, все территории. В ближайшее время я приниму решение и доведу до наших жителей. Вот то, что касается долгов жителей за коммунальные услуги, относительно Люберецкой управляющей компании, вот как здесь все-таки будут, какая форма работы здесь будет происходить. Я хочу сказать, что многие могут обрадоваться при сменении управляющей компании. Ничего не меняется. Все долги мы перехватили, и никто их списывать не собирается. Переложить на кого-то тоже нет. За все надо платить, тем более за коммунальные услуги, которые они уже, извините, использовали. Уже давно, как говорят, надо было платить за это. Что касается долгов, там сумма внушительная. 80 миллионов жителей должны. По этой управляющей компании точно касается. Да, по этой управляющей компании. Могу заверить, сказать заранее, кто не платит. Мы будем намного жестче и точно относиться к этим делам. У нас очень выстроена система. Это я благодарен многим нашим службам, типа участков, службам средствами приставов. У нас есть договор о намерениях с мостинергосбытом, которые могут привлечь нам об отключении электроэнергии. У нас есть федеральные законы, которые мы применяем. Это ограничение водоотведения. Все массы мы будем давить. Другого слова я не подберу тем неплательщикам, которые тянут нас всех назад. Давайте подробнее о мерах, которые принимаются к должникам. Мы поговорим во второй части программы. А пока прервемся на рекламу. Друзья, небольшая пауза на ЛРТ. Оставайтесь с нами. Продолжаем открытый диалог и продолжаем беседовать с председателем постоянной депутатской комиссии по ЖКХ, благоустройству, вопросам экологии, а также генеральным директором Люберецкого городского жилищного треста Маметом Азизовым. Мамет Кискинович, мы с вами в первой части программы говорили, закончили точнее говорить о том, что к должникам у Люберецкой управляющей компании будут применяться уже другие меры, которые вы привыкли применять к своим жителям, которые относятся к ЛГЖТ. Все-таки, что это за меры? Вот можно конкретно, какие это формы работы с должниками? Ну, можно, конечно. Дело в том, что ничего нового мы не изобретаем. Все меры, которые мы применяем, это в рамках нашего законодательства. Ну, самое... Получается, что Люберецкая управляющая компания вела себя более мягко, что ли, с должниками? То есть как-то вот не совпадала вот эта вот работа с должниками? Я бы не сказал бы, но я не могу знать. Но есть вещи, которые, в общем-то, у нас было, у них, ну, там, может быть, не так применялось. Это на работу службы судебных приставов. У нас еженедельно выбираем несколько адресов, едем, я выделяю машину, выделено в складское помещение, едут и изымают средства. Мы вот буквально с этого года и конец прошлого года начали через наше ГИБДД найти базу данных должников, у кого есть собственность машины. Тоже начали, уже несколько машин уже увезли на стоянку. То есть чревато автомобилем? Да, конечно. Дело в том, что потом мы, знаете, мы прежде чем вот все, что я сказал, применим такие же источающие меры, было решение о выселении из квартиры по решению суда была одна должница. Мы до этого профилактику, мы даем уведомления, мы даем просьбы, мы даем разные письма. Пожалуйста, оплачивайте. Но когда явно уже нету реакции, мы применяем и последнее, что с прошлого года мы заключили с фирмой, которая имеет право на эти виды работ, ограничивают вот эти видения. Что это такое? Просто заглушку ставим в рамках законодательства, порядка 80 таких заглушек. Да. Если это сумма, допустим, 30 миллионов, порядке 4-5 миллионов оплатили, а остальные, я не знаю, о чем думает, но надеюсь на благоразумие. Вы поймите мне, почему иногда вот нам, как управляющих компаний, как работникам, которые, в общем-то, это наша работа, обидно. Дело в том, что наши ветераны, наши уважаемые пенсионеры лучше платить. Они самые добросовестные, самые чистые, я им за это благодарен. Они из последней пенсии. И я вам открою одну, ну, в принципе, это не секрет, самые, извините меня, наглые, кто не платит, у кого много квартир. Правда? Да, кто сдает. Они еще умудряются и не платить, и еще жалобу писать. Приезжает, наверное, недовольство проявляет, который там проживает, кому сдал, и давай писать. К сожалению, у молодежи проблемы есть у нас. Ну, понятно, кто ведет социальный образ жизни, они там по миллиону. Есть у нас люди, которые 10 лет живут, пользуются, рубля не заплатили. 10 лет? 10 лет. Я не знаю, для меня это тоже загадка. Ну, вот так есть такие индивидуальные у нас, такие квартиры, личности, которых я вообще не понимаю. Вы их знаете поименно, можно сказать. Ну, я всех знаю, все фамилии, адреса. Ну, вы знаете, я даже вот те, которые, извиняюсь, ведут асоциальный образ жизни. Что это такое? Ну, банально пьют. Понятно. На это и находят, а на это нету. Ведь сегодня выпивка не дешевая из удовольствия. На это есть. А вот заплатить, то, что они к этой выпивке запивают водой, у них нет денег. Ну, смотрите, есть же, наверное, такие жизненные ситуации, когда человек узнает о каком-то не очень хорошем диагнозе. И он вынужден на больничном находиться, там, в больнице лежать. Вот такие должники попадаются? Попадаются. Вы как-то с ними отдельно работаете, идете навстречу, может быть? Уверяю вас, они всегда бывают, кто приходил, мы всегда находили общий язык, мы давали расстрочки, мы давали, снимали пени, пени накапливаются, вот жизнь ситуация. Мы снимали своим решением, снимали пени. Мы шли всегда навстречу, не было. Но, ну, всякое бывает в жизни. Кто-то инвалидом стал, кто-то и так, там, лежачи, больные. Вот буквально позавчера сходил к одной бабушке, сам хотел разобраться, в чем делал. Всякой жизненной ситуации мы это понимаем. Я, вы заметите, я о таких людях слова не сказал. Конечно. Понятно? Я говорю о тех, которые, в общем-то, ведут себя нагло. Которые не платят, потому что сдают квартиру, и это не хочет. Не платят, потому что пьет. Не платят, потому что некогда. Не платят, потому что много квартир, штук 10 купил, и уехал куда-то. Да, да, да. Поэтому о этих идет речь, о людях. А о других мы принимаем и с удовольствием стараемся поддержать, помочь и пойти навстречу. Ну, удивительные есть, конечно, жители. Молодцы и спокойно спят. Да, и живут. И живут, да. Что произойдет с домами по поводу капитального ремонта, который готовила Люберецкая управляющая компания? Опять возвращаемся к вопросу присоединения. Значит, Люберецкая управляющая компания готовила дома к капитальному ремонту на 2020 год. Вот здесь вот как вы уже со своей стороны будете реализовывать эти планы? Я вам скажу механизм формирования плана. Во-первых, все управляющие компании, этот, вы знаете, до 2038 года, федеральный закон, вообще сам система капремонта, все планы составлены до такого года. Формируется через Люберецкую администрацию. Все управляющие компании подают туда, ну, там, разные, ну, оценка качества дома. Кому-то кровли, кому-то фасад, кому-то или кому-то внутренней инженерной сети. Подаем, там формируется план и отправляются в фонд капремонта. Поэтому никаких изменений для домов Лука не будет. Все планы, которые были там, они будут также выполняться в этом году. И в те же сроки, сроки тоже меняются не будут? Все то же самое. Ничего не меняется. Что касается лифтового, что касается фасадов, кровли, ничего, вообще никак не будет. А ресурсов вообще хватит? Ну, наверное, хватит, потому что вы подводите с подрядными организациями. На что-то ресурсов подрядно скажу вам, пользуясь вот этого. Напомни мне, мы уже третий год в наш округ никого не пускаем, как в Любересской городской женщине. Объясню. Что значит, никого не пускаем? Объясню. Я как человек, который, в общем-то, давно занимаюсь, и те кошмары, которые я благодарен главе городского округа Рыжи, Скалин Петрович, он еженедельно в 8 утра собирал совещания, когда были сторонние с других городов подрядные организации. Они такие, творили чудеса. Мне такое ощущение, что они слово кровли первый раз слышали, а на кровли первый раз оказались. До сих пор есть места, где текут. Но их уже нет на рынке, они исчезли. Но халифы на час появились. Поэтому мы три года назад, я благодарен всем, которые приняли такое решение, поддерживали. Мы выигрываем сами весь подряд, который есть в нашем округе. Мы 19-й год уже завершили. И могу сказать, что первые в области завершили стопроцентное выполнение работ по 19-й году по всему округу. То есть можно сказать, что программа капитальный ремонт, которая, ну, по сути своей, конечно, она не новая, но, в общем-то, еще такая свеженькая. Не так давно внедрилась. 5 лет. 6-й год. Можно сказать, что уже узнавание произошло, да, адаптация произошла. Проблем в реализации этой программы, ну, их нет. Ну, минимизировано. Минимизировано. А что, в чем еще могут быть какие-то вопросы? Ну, знаете, вопросы, они, вот, в чем она может быть? Объясню. Вот люди не знали, допустим, в программу вошел фасад. А, жители. Ну, вошел фасад. А есть дома, где фундамент не совсем подходит, еще нагрузить ее фасадом. Вот здесь проблема. Мы начинаем срочно вытаскивать, снимать с довольствия фасад. Сначала заявляем фундамент, укрепляем, потом на следующий год фасад. Вот такие моменты бывают. А вот это непонимание людей по поводу фасада и фундамента? Объясню. Это не сколько непонимаем людей, это сколько непонимаем управляющей компанией. Вы же знаете, наши округи, то одни приходят, другие уходят. Все понятно. И в этом плане вот наша администрация очень жестко следит, и вы знаете, по докладу головы, по отчету, что в прошлом году управляющая компания вообще была убрана с рынка на Влибересном округе по управлению жилыми домами. У нас и сегодня идет процесс. Они несостоятельны были? Несостоятельны. Они, ну, я считаю, что никакие. Поэтому это естественно. Бывает казус, случай у нас. Мы выиграли как генподрядчик и в прошлом году и Балашка, и Электростали, и в Реуту мы работали. И бывало, написано мягко к роли, приходим и так жестко. Такие тоже казусы бывают. Написано 500 метров, а там полтора тысяч. Всякий бывал. Ну, слава богу, не у нас в округе. У нас в этом плане четко все идет. Давайте поговорим по поводу комплексного благоустройства. Вот здесь поменяются сроки исполнения в связи с объединением двух управляющих компаний? Ничего меняться не будет. Все эти планы. А что такое комплексы благоустройства? Это те пожелания жителей через добродел, через обращение, через депутатский корпус, через администрацию, через банковское областное правительство. Все планы формируются. Вот собрал всю эту информацию. Ну, как я могу взять объединение, как-то поменять, кто я в этом плане? Это же пожелания собственников. Поэтому мы, наоборот, поможем. Если что-то, не дай бог, выпадет, мы обратно включим. Ничего не меняется. Понимаете, да, объединение состоялось, но иногда, может быть, ты просто не рассчитал свои силы. И вот действительно, чтобы ресурсов хватило на все, потому что объемы работы увеличились. Вот персонал сокращается. Я вам сказал, персонал какой сокращается. Это аппарат управления. Что касается видов работ и количества людей, которые должны оставаться на этом фонде, она будет ровно соответствовать тому, что было в ЛГЖТ. И никакие не должно быть. Поверьте мне, у нас, поймите правильно, у нас, вот, допустим, 8-9 ЖЭУ, да? Да. У нас что-то провал, не дай бог. Бывают люди уходят, бывает, ну, электрики, да? У нас есть служба на энергетике, раз, на подхват. Все понятно. Не дай бог, там сантехника, у нас аварийная диспетч-служба. Там есть сантехники, которые круглосуточно, мы, я днем могу их вытащить туда. У нас, не дай бог, там, по малярам, по плотникам какой-то сбой. Ну, всякое. У нас есть ремонтное производство управления, которое раз, туда закрепляем и в ЖЭУ работают. Поэтому у нас, слава богу, мы на подхвате специально созданы централизованной организации в Тресте, который подхватит любой пробел или провал в ЖЭУ. Спасибо большое, Миткискинович. Друзья, это был открытый диалог. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok